Здравствуйте! В эфире Первого Матищенского информационная программа «День» в студии Юлия Федориненко и в начале коротко о главных темах выпуска. На Клязьминском водохранилище сегодня утром спасли мужчину. Еще раз призываем выход на лед прекратить. Строительство путепровода Мира Фрунзе завершат уже к концу 2021-го. Строящийся эстакад уже совсем скоро соединит улицы Фрунзе и Мира. Не ударить грязь лицом. Более трех тысяч организаций торговли и сферы услуг наведут чистоту возле своих магазинов. Будем наверстывать то, что не сделано. А теперь об этом и многом другом более подробно. Сотрудники ГИМС сегодня утром спасли рыбака, провалившегося под лед. ЧП произошло на Клязьминском водохранилище. Мужчина решил в последний раз выйти на зимнюю рыбалку. Но это рискованное мероприятие чуть не стало последним не только в этом сезоне, но и в жизни. Почему, несмотря на плюсовую температуру и тонкий лед, люди все еще выходят на водоемы, разбирался Сергей Берзин. Утро в Центральном инспекторском отделении Государственной инспекции маломерных судов не предвещало ничего экстраординарного. Обычная плановая работа. Но... ГИМС Центрального отделения Госинспектора Лехина. Да, принял в районе Дмитровского моста. Человек провалился подъездом. Срочно уезжаю. Патрульный катер на воздушной подушке, пожалуй, единственное плавсредство, которое может быстро подойти к опасному участку. Тут все решают минуты. Переохлаждение, потери сил и, казалось бы, привычная зимняя рыбалка может обернуться трагедией. Тонет человек. Подходим. Лестницу! Макс, лестницу! Лестницу, Макс! Трагедию удалось предотвратить. Сейчас пострадавшему ничего не угрожает. Он прошел медицинский осмотр. Сегодня в 9.36 и служба 112 поступила информация о том, что в районе Дмитровского шоссе эстакада через Клязьминское водохранилище провалился неизвестный человек. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники Центрального инспекторского отделения на суде на воздушной подушке, где обнаружили и спасли гражданина, который провалился под лед. Но где-то вдалеке на льду водохранилища по-прежнему видны одинокие фигурки рыбаков. На чью помощь могут рассчитывать они, если рядом и сообщить-то будет некому. Сегодня ходить пешком по льду, якопосуху, и некомфортно, и рискованно. Тем более, что лед уже мокрый. То и дело видны разливы и проталины. Его ровная поверхность обманчива. Мы призываем прекратить выход на лед. Лед уже чрезвычайно опасен. Толщина достигает 20-25 сантиметров, но он пропитан насквозь водой. И он кристаллизуется. Наступая на него, он просто проваливается, как вата становится. Еще раз призываем выход на лед, прекратить рыбалку зимнюю, все мероприятия на льду закончить. «Предупрежден, значит спасен, так гласит поговорка. И точнее не скажешь». Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский. Работы по возведению мостового сооружения эстакады, которая соединит улицу Фрунзе и Мира, продолжаются. Сейчас этот дорожный строительный объект – один из главных в городе. Сдача первого участка планируется уже в этом году. На днях изменилась схема движения дороги по улице Мира. Как теперь осуществляется проезд в тайнинку и на каком этапе работы, расскажет нас корреспондент Алла Сталаева. Строящаяся эстакада уже совсем скоро соединит улицы Фрунзе и Мира. А самое главное, она улучшит транспортную доступность в городе. Надежда на строящийся путепровод большие. Транспортный узел должен разгрузить движение по Олимпийскому проспекту. А также новый съезд на Ярославское шоссе сделает удобным выезд из города. Интенсивно сейчас ведутся работы со странцентра автомагистрали по выносу инженерных коммуникаций, освобождению территории, для окончания заведения мостовых сооружений, конструкции и выездных дорог. Уже закончена стадия возведения на движке мостового сооружения. Она проложена через железную дорогу. Сейчас перед строителями стоит задача опустить полотно на уличную дорожную сеть. Для обеспечения работы строительной площадки на время изменено движение транспорта по улице Мира. Не все, конечно, гладко прошло в этой части. Мы сегодня выехали на проверку, посмотрели, как реализована схема организации дорожного движения. Не все знаки стоят правильно, не все выполнено. В том числе есть нарекания по движению общественного транспорта. Мы получаем и от перевозчиков вопросы, и проблемные моменты они нам озвучивают. Поэтому мы будем встречаться сейчас в кратчайшие сроки с производителем работы, информировать его о том, чтобы он быстро и кардинально выполнил мероприятие для соответствия этой схеме. Сейчас по улице Первой рабочей съезд закрыт. Движение осуществляется по улицам Мира и Селезнева. Четырехполосный путепровод длиной более 150 метров строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность эстакады с подходами и съездами составит 2 километра. Пропускная способность – около 50 тысяч автомобилей в сутки. Жители города рады таким перспективам. Благоустройство – это важно. Всегда важно. Конечно, нужно меньше пробок, надеемся. А сейчас, конечно, неудобно. Даже пешком я недалеко здесь работаю. И грязно, и шумно, и неудобства определенные. Конечно, хорошо, что город развивается. Но только главное, чтобы не было проблем у горожан с движением, с таким большим городом. К первому сентября планируется окончание строительства и запуск съезда с улицы Мира на Фрунзе и Ярославское шоссе. А заезжать в город пока что можно будет только со стороны области. Полное завершение строительства путепровода планируется к концу 2021 года. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый, Матищинский. Сложности, связанные с погашением дебиторской задолженности регионального оператора, обсудили сегодня участники Дня ЖКХ. Остаются и другие актуальные вопросы. Вывоз мусора с дворовых территорий, обеспечение дополнительными средствами по сбору отходов, баками и спецтехникой. Каким решением пришли участники совещания, узнавали мои коллеги. С установлением плюсовых температур вывоз мусора, согласно законодательству, должен быть ежедневным. Однако следовать правилам у регионального оператора не получается. Большое количество жалоб фиксирует специальный чат-бот, которым пользуются коммунальщики. Сами жители округа обращаются напрямую в МЦУР или на портал Добродел. Поступило всего 87 заявок. Проблемные зоны у нас – это 16-й микрорайон, потому что плотная жилая застройка. Также наблюдается в частном секторе – это 3-я парковая улица, Ульяновская, 20-й. Рекоператор в данный период выполнил всего лишь 53 заявки из полученных. Поэтому ведётся активная работа, чтобы это было более качественно, более удовлетворительно. Немало проблем технического характера. Из-за скопившегося во дворах транспорта к некоторым контейнерным площадкам бывает не пролезть и даже малогабаритному мусоровозу. Коммунальщики и местная власть приходят на помощь. Его присылают в вечернее время, в ночное, когда-то проехать вообще невозможно. В итоге мы вывозим эти баки вручную на расстояние 300-500 метров ежедневно, по 8-9 баков. Добиваемся, чтобы не ставили машины, не было запаркованности возле контейнерных площадок. Наполняются баки, соответственно, осуществляется подбор своими силами. Ждём всего лишь от регионального оператора, чтобы техника приезжала своевременно и мусор вывозился в полном объёме. Задача – ликвидировать не только мусор, но и долги коммунальщиков, а они копятся. На сегодняшний день дебиторская задолженность составляет 127 миллионов рублей. В части взыскания, по мнению властей, тоже слабая динамика. С момента написания заявлений и отправки претензий до момента реального похода на заседание и вынесения реального решения проходит такой период, что заявленный период в суде выгашается, и мы выиграем неустойку, которая нас не устраивает. По СНТшкам мы тоже уже крупные иски получили. Я не помню, там по округу Матичи, по-моему, нет, но из поллисты у нас получены по СНТ с долгами свыше полумиллиона рублей. Есть управляющие организации, есть ТСЖ, ЖСК, которые продолжают длительное время не платить, накапливают долги. И мы предлагаем и призываем регионального оператора в очередной раз проявлять активность и работать с этими должниками как в индивидуальном порядке, так и с точки зрения судебного взыскания. Наступивший апрель потребует активности в части наведения порядка. Погашение долгов и приведение в чистоту дворовых территорий актуальны перед майскими праздниками. Администрация округа взяла ситуацию под контроль. Андрей Латынцев, Константин Химичев, Первоматичинский. С 1 апреля в России начали действовать новые правила сдачи экзамена на права. Изменился порядок начисления выплат на детей, повысились пенсии и выросла цена сигарет. Разберемся подробнее в нововведениях. Главное изменение, вступившее в силу регламента при сдаче на водительское удостоверение, это отмена площадки как отдельного этапа экзамена. Практические навыки вождения теперь будут оцениваться только в условиях реального дорожного движения. Новое правило касается получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжат действовать прежние нормы. Еще одним важным новшеством стало разрешение сдавать экзамен на водительские права по достижении 16 лет. Кабмин утвердил повышение с 1 апреля социальной пенсии граждан на 3,4%. В бюджете пенсионного фонда на эти цели заложено почти 13 миллиардов рублей. После индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 10 183 рублей. Повышение выплат коснется примерно 4 миллионов жителей страны. Новые требования начинают действовать и в правилах оформления выплат на детей с 3 до 7 лет. Теперь размер зависит от доходов семьи и может достигать 50, 75 или 100% от регионального прошиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было ранее. Подать заявление на выплату можно до 31 декабря на портале Госуслуг или в МФЦ. Изменилась минимальная цена пачки сигарет. Она составит 107 рублей 78 копеек. Все, что будет продаваться дешевле, станет считаться нелегальной продукцией. Минимальную цену рассчитывает Министерство сельского хозяйства. 1 апреля стартовал весенний призыв. Он продлится до 15 июля. Планируется, что в ряды Вооруженных сил России пополнят более 135 тысяч человек. Также с 1 апреля началась онлайн-запись первоклассников в школу. Процедуру можно пройти на портале Госуслуг Московской области. Ранее родители должны были сначала подать заявление онлайн, а потом приносить оригиналы документов в школу для зачисления ребенка в первый класс. С этого года предоставлять оригинал документов больше не нужно. Сверка документов будет проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия. И к другим темам выпуска. Более трех тысяч организаций торговли и потребительского рынка примут участие в месячнике благоустройства, который объявлен в мытищах. Какие требования предъявляются к владельцам магазинов и кто проконтролирует уборку территорий, выяснил Андрей Латынцев. За столом руководители крупных торговых сетей обсуждают то, что имеет прямую связь с интересами потребителя, чистоту и комфорт. Текущее состояние объектов торговли после зимы оставляет желать лучшего. Зима была очень снежная, очень сложная. И, соответственно, где-то не все было сделано. Жители наши несколько не понимают и не принимают эту ситуацию. И мы согласимся с этим, конечно. И будем наверстывать то, что не сделано. К ежегодному месячнику благоустройства организации призывают подойти ответственно. В первую очередь, прилегающие к торговым точкам территории должны быть очищены от снега и наледи. Второй важный пункт – поддержание территории в чистоте. Выполнение этих требований администрация округа будет контролировать совместно с Госадмтехнадзором. За ненадлежащее состояние прилегающей территории штраф на юридическое лицо предусмотрен как в виде предупреждения на первый раз, а в последующем – это от 50 тысяч рублей и выше. Организации торговли должны уметь не только продавать товар, но и привлекать потребителя, в том числе внешним видом. Под оценку контролирующих органов попадёт и состояние фасадов торговых организаций. Безусловно, в той или иной степени каждый будет участвовать в этом месячнике, каждый приводить свою территорию, витрины, фасады в должное состояние. Приводить прилегающие территории в порядок руководители торговых точек начнут в ближайшее время, чтобы не ударить лицом в грязь и не нарваться на штрафы. Андрей Латынцев, Денис Корнев, Первомытищинский. Смотрите во второй части выпуска. Социальные инициативы работников коммунальной сферы могут воплотиться в жизнь. Я очень благодарен управлению ЖКХ, всем тем людям, которые ответственны за этот участок работы. Я в спасатели пошёл. Юно-армейцам и воспитанникам военно-патриотических клубов рассказали об этой мужественной профессии. Чтобы в будущем, возможно, кто-то из них захочет посвятить этому свою жизнь. 1 апреля никому не верю. Наш корреспондент выяснил у горожан, как они разыгрывают друг друга. А жизнь-то вокруг не меняется и всё так же располагает к юмору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Лайфхак МЧС Если ваш дом эвакуируют, помните, что вам сюда ещё возвращаться. Защитите своё жильё от воды, огня, дыма и замыканий. Шаг 1. Закройте все окна и двери. Шаг 2. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 3. Выключите из розеток все электроприборы. В 25-й мытищинской школе прошёл круглый стол, направленный на поддержку новой платформы для выдвижения социально значимых инициатив «Мы-мытищи». В работе приняли участие лидеры движения общественной поддержки Вячеслав Фомичёв и Михаил Мурзаков. Какие вопросы обсуждались и какие проекты уже удалось реализовать за короткий срок, расскажут мои коллеги. «Мы-мытищи» – новый проект партии «Единая Россия». Он начал свою работу совсем недавно, но уже стал популярным у жителей города. Очередная встреча состоялась на базе 25-й школы с жителями сразу нескольких микрорайонов. Лидеры движения общественной поддержки «Мы-мытищи» Вячеслав Фомичёв и Михаил Мурзаков рассказали горожанам о том, как важно сейчас проявлять инициативу и выдвигать свои предложения по развитию города. Многие жители так уже и сделали. Например, Ольга Джахадзе. «Я, наш коллектив многочисленный и все жители, большое количество жителей Перловки поддерживают это направление в развитии, социальную инициативу. Многие зарегистрированы уже на этом сайте «Мы-мытищи». И мы надеемся, что многие чаяния жителей Перловки и «Мы-мытищи» в целом будут реализованы благодаря такому вот движению. В рамках работы «Круглого стола» был сформирован новый штаб активистов, которые будут выдвигать свои социальные инициативы и помогать жителям города зарегистрироваться на сайте и формировать свои предложения по развитию города. Так, на встрече были сформированы инициативы проведения капитального ремонта в 25-й школе и гимназии номер 17. Важно и благоустройство дворов и ремонт дорог. При поддержке партии «Единая Россия» многие инициативы начинают воплощаться в жизнь. На одной из таких встреч жители Новомытищинского проспекта рассказали, что на остановке вандалы выбили стекла. К решению вопроса оперативно подключился лидер движения «Мы-мытищи» Вячеслав Фомичев. «Была инициатива о том, чтобы остеклить остановку на улице Новомытищинский проспект, и мы эту инициативу исполнили. И мы считаем, что бывают такие инициативы, которые поддерживают очень-очень много людей. То есть это уже, по сути, понятно, что она будет победителем, да и уже сейчас эти инициативы реализуются. С самыми простыми вещами наши граждане к нам обращаются. Есть сложные. Сложные. Они будут поступать в работу, будем собирать подписи. Но в первую очередь в таких вещах ямочный ремонт. Оперативно, очень активно исполняются все заявки. Уже в нескольких местах я был, видел итоги работы по обращениям ко мне. Освещение. Освещение. Оперативно ремонтируется освещение. Да, лето еще не пришло. Вечерами, да и по утрам пока еще темно. Люди многие рано идут на работу, поздно возвращаются. С освещением идет серьезная работа. Новая платформа уже приносит свои плоды. А значит, впереди еще много предложений и реализованных задач. Жители уже активно голосуют за инициативу на сайте «Мы мытищи». На этой платформе можно выдвинуть свое предложение о развитии округа и, в частности, своего двора. А также поддержать другие инициативы. Самые необходимые и востребованные пожелания будут реализованы в кратчайшие сроки. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый «Мытищинский». Также сегодня лидер движения общественной поддержки социальных инициатив «Мы мытищи» Михаил Мурзаков встретился с коллективом акционерного общества «ГЖЕО-4». На сегодняшний день в сфере жилищно-коммунальных услуг это предприятие одно из динамично развивающихся. В том числе его сотрудники помогают реализовывать идеи, которые предлагают участники новой полезной интернет-платформы. О чем говорили в материале Надежды Звягинцевой. Все больше мытищинцев доверяют управление своими многоквартирными домами акционерному обществу «ГЖЕО-4». Лидер движения общественной поддержки социальных инициатив «Мы мытищи» Михаил Мурзаков поблагодарил трудовой коллектив этого предприятия за профессионализм. Благодаря их слаженной работе, а также сотрудников других коммунальных предприятий, всего с момента запуска движения «Мы мытищи» удалось реализовать уже не одно предложение, выдвинутое и поддержанное жителями муниципалитета. Это небольшие дела, но это те дела, которые можно делать в течение одного, двух, трех дней, в течение недели. В основном это касается благоустройства, это касается ремонта дорожного покрытия, это касается ремонта освещения. Вот это те вещи, которые действительно выполняются в хорошем смысле с лета. Я очень благодарен управлению ЖКХ, всем тем людям, которые ответственны за этот участок работы, очень быстро, очень оперативно откликаются. По словам депутатов, в «Мытищах» всегда прислушивались ко мнению жителей. Новое движение общественной поддержки «Мы мытищи» соответствует веяниям времени. На сайте, который уже знаком многим, можно проголосовать за понравившуюся инициативу. Набравшее большее число голосов окажется в приоритете. Михаил Мурзаков предложил участникам встречи попробовать себя и в качестве авторов какой-либо инициативы. Ответа долго ждать не пришлось. Мы бы хотели танцевать, например, чтобы организовали это, я не знаю, не то что я, а я и мои там подруги. Есть такие танцевальные клубы, то есть вот вечером что делать? Не в интернете сидеть, а где-то взять и там танго всякие, ну чтобы были какие-то там учителя. Вот. И вот так бы мы проводили свой досуг. Женщина-мужчина среднего возраста. Идея создания кружков по интересам в микрорайонах хорошая, считает лидер движения общественной поддержки Михаил Мурзаков. И пообещал в ближайшее время заняться ее реализацией. Надежда Звягинцева, Денис Петров, 1-й Матичинский. Матичинским юнормейцам рассказали, что нужно, чтобы стать спасателем или пожарным. Эту профессию выбирают люди мужественные и сильные, к тому же хорошо подготовленные. Для этого необходимо пройти специализированное обучение в профильных вузах. Но иногда, чтобы помочь человеку в нештатной ситуации, нужны элементарные знания. Сегодня в здании младежного центра «Импульс» вместо веселья и шуток царит серьезный настрой. Ребята волнуюсь, ждут встречи с представителями МЧС. Юлия Юртова, заведующая сектором гражданско-патриотического воспитания, говорит, что учить детей только по книжкам не получается. Именно поэтому они стараются приглашать на лекции специалистов разных областей. Сегодня мы хотели бы посвятить день именно МЧС и рассказать ребятам об этой службе, о том, чем занимаются сотрудники МЧС. И чтобы в будущем, возможно, кто-то из них захочет посвятить этому свою жизнь. Для начала ребятам рассказали, кто такие добровольцы, чем они занимаются и пригласили присоединиться к волонтерам молодежного центра. Гостями встречи также были члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые провели для юных будущих добровольцев занятия по первой помощи. Рассмотрим такие ситуации, как потеря признаков жизни, остановка кровотечения разберем и отработаем все это с помощью тренажеров-манекенов. Самым захватывающим для всех ребят стало выступление огнеборца Евгения Никитина. Он разрешил примерить пожарную форму, рассказал, какой рискованной и сложной может быть служба. На экране героические поступки и опасные ситуации. Судя по загоревшимся глазам детей, многие вдохновились стать спасателем. Чем раньше дети начинают узнавать какую-либо профессию, тем в дальнейшем проще сделать выбор в ту или иную область. Юнормеец Анна Ягофарова уже точно знает, что хочет связать свою жизнь со службой в МЧС. Поэтому для нее сегодняшняя встреча была как нельзя кстати. Я сейчас побывала на очень интересной лекции, которая проходила в Дворце молодежи. Мы узнали о первой помощи. К нам приходили сотрудники МЧС. Они нам рассказали очень много чего интересного про одежду пожарного, что они делают. И в общем все очень понравилось. Сотрудники МЧС – пожарные и добровольцы. Люди, на которых держится почти все в этом мире. Они знают, как действовать в критических ситуациях, умеют оказывать первую помощь и всегда первыми оказываются на месте происшествия. После лекции всем желающим разрешили посидеть внутри техники МЧС. Еще раз напомнили правила пожарной безопасности и порядок поступления в высшие учебные заведения для дальнейшей службы. Камила Клиновская, Олег Степанов, Первом и Тищенский. Сегодня 1 апреля. И по традиции в этот день мы настраиваемся на шутки и смех. Этот праздник не внесен ни в какие календари знаменательных и праздничных дат, но отмечают его везде. Когда зародилась эта традиция, точно никто не знает. Но отношения ко Дню смеха бывают разным. Это зависит от нашего настроения и не только. Конечно, и в этот день можно быть серьезным. Сухо отвечать на вопросы, раздражаться, тосковать, что вокруг скучно, неинтересно и нет пищи для фантазии. Но выход всегда есть. Не зря еще в средние века люди придумали день дурака и вовсю смеялись над очень серьезными дураками. А сегодня-то нам хватает поводов для смеха. На сегодняшний день мало, хочу вам сказать. А почему? Ну, наверное, вот так наступило время такое, сейчас тяжелое. Это зависит от ситуации, бывает, да, бывает, нет. Сейчас в основном люди грустят. Печально все, пандемия. Да разве же это повод, скажет нам барон Минхгаузен. А он-то серьезно никогда не врал. Я понял, в чем ваша беда. Мы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Но веселых лиц вокруг немного. Разве что дети не перестают улыбаться все 24 часа в сутки. Вот бы и нам у них набраться мудрости. Эх, разучились мы смеяться в последнее время. Все меньше в нашей жизни шуток, розыгрышей. А жизнь-то вокруг не меняется. И все так же располагает к юмору. Что желаете на 1 апреля своим подругам? Любви, счастья, денег. Да, мы сами себе делаем настроение. От чего оно зависит? И от всего, и от ничего. От нас самих и каждый день. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Сергей Берзин, Андрей Капустин, 1-й Мытищинский. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте 1-го Мытищинского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Величественные, могучие, молчаливые. Они стали безмолвными свидетелями миллионов судеб и жизней. Человеческий век короток, но они, кажется, будут существовать вечно. Мы отбираем лучшее, отсекаем лишнее и сохраняем память в вечности. Ведь только вечный камень поможет сохранить память о человеке, оставившем след на земле. Ваятель. Гранитная мастерская по производству надгробных памятников полного цикла. Низкие цены, скидки пенсионерам, изготовление точно и в срок. Вот я постоянно на эти горы мусора смотрю. Ну, знаете, если уж на местах ничего не решается, я думаю, надо звонить выше. Любители подписать, конечно, есть, но... Очень легко высказывать свое мнение, когда ты не общаешься с оппонентом напрямую. Мне приходилось очень-очень, и приходится до сих пор, вот, сражаться с врачами. Может быть, действительно, где-то на уровне местных властей или даже на уровне жителей дома можно эту проблему устранить, да? Надо на месте разбираться, именно идти, с какой жалобой и конкретно кому и разбираться на месте. А если не помогает, тогда уже идти дальше. Сначала по месту решаются все проблемы, потом уже, если не решаются, то надо и выше идти. А если у меня постоянная работа, своевременная выплата зарплаты, поэтому мне обращаться и необходимости нету. Все на местах решается. Я занималась конкретно домом, в совете дома. Поэтому мы только с Жеусом своим решаем все вопросы. Все вопросы решаем. Работает компьютер у самой батареи. Прибор не охлаждается, соседка его греет. Компьютер задыхается, остыть вовсю старается. Программа за программой все чаще ошивается. А счетчик электрический разбег берет космический. И счеты за энергию весьма он драматический. Не место электроники у теплой батареи. К энергопотреблению разумней подходим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова